Всем привет дорогие друзья! С вами Гедеон и сегодня мы поиграем в игрушку под названием Илекс. Это игра от создателей Готики, а также приключенческой серии Райзен. В общем, по идее такие легендарные разработчики, которые сейчас выпустили новый айпишник под названием Илекс. Совершенно темная лошадка, очень многие люди про нее говорили и я решил в нее поиграть, как только выдалась возможность. Давайте посмотрим, что они сделали нового, потому что Райзен хоть и был интересный, в Готику я играл очень давно и практически ничего не помню. Помню, что только третья часть вышла очень корявой, несмотря на то, что игра вроде была неплохой. Потом было много Райзена и в него я поиграл тоже какое-то определенное время. Он интересный с одной стороны, а с другой стороны все-таки такой тягомотненький все-таки. Давайте посмотрим, как у них получилось сделать эту игрушечку. Начнем новую игру. Уровень сложности, легкий, стандартный, тяжелый, ультра. Ну, стандарт, поехали. Магалан. Мир, населенный миллионами людей. Но потом упала комета. Землетрясения уничтожили города. Огненные бури испепелили поверхность планеты. Магалан погрузился во тьму. Немногие уцелевшие... Выбравшись из-под развалин, узрели мир, изменившийся до неузнаваемости. Среди развалин Старого Мира возникли новые группировки. Берсеркеры, клирики, изгои. У всех было свое видение будущего. Но воевали они не только за скудные ресурсы Старого Мира. Комета принесла и нечто совершенно новое. Эликс. Вещество, которого некогда прежде не было на Магалане. Вещество, способное породить новые технологии, новый виток эволюции, открыть новые возможности перед теми, кто готов его контролировать. Для клириков важнее всего было совершенствовать технологии. Изгоем требовались наркотики. Берсеркеры открыли для себя магию. Сила, которую давал Эликс, была слишком сильным искушением. Некоторые люди начали принимать его внутрь, теряли волю и разум, превращались в безжалостных и безмозглых мутантов, но были и такие, кто мог контролировать этот наркотик. Они лишились эмоций, зато Эликс дал им силу, выносливость, стойкость. Эти люди стали называть себя Альбами. Безжалостные Альбы воевали со всеми, кто пытался встать у них на пути и помешать захватить Эликс. Распространяя свою власть далеко за пределы Ледяного Дворца в Ксаркоре, Альбы вселяли ужас во все группировки на Маголане. И вот, пока Альбы готовятся к решающему натиску, Их прославленный командир Джакс в одиночку отправляется на задание, Альб которому суждено изменить судьбу всего Маголана. Прям Магадан какой-то. И по виду, в общем-то, очень похоже. Ну, я так думаю. Поверьте, я тоже удивился очень скудной графике его костюма. Но, тем не менее, это максимум. Сразу думаю, все Mass Effect что-то вспомнили. Прям как чувствую. Костюм один в один. Костюм один в один. Джакс, ты провалил задание. Тебе известна наша директива. Не может быть оправданий для неудачи. А, это еще кто? Что? Он украл мой костюм? Или он меня еще до кучи переодел? Или это было под костюмом? Я надеюсь, это было под костюмом. Не хочу, чтобы он меня переодевал. Ну, в общем-то, в общем-то, игра начинается. Да, скудненько пока что-то, хотя зелененький мир мне нравится. Можно собирать всякое. Так, в общем-то, и во всех довольно крупных РПГ. Я должен был погибнуть. Надо уходить, пока они не вернулись, чтобы довести дело до конца. И неплохо бы найти оружие. О, стрела. Че это здесь куча стрел? Не понял. Может, тут где-то и лук валяется? Кто-то тренировался, что ли? Откуда столько стрел? Раз уж столько стрел, дайте мне лук-то, в конце концов. А то что это? Так, там растение еще какое-то у нас. Маленький живолист получено. Окей. Я здесь уже несколько дней, и Эликса больше нет у меня в организме. Я ощущаю слабость. Думай, Джакс, думай. Оружие, моя броня. Неужели все это забрал Калакс? Нет, нет. Если б Калакс обнаружил, что я жив, он бы меня прикончил. Это был кто-то другой. Если вернется Калакс, или меня найдут берсерки, мне конец. Это вражеская территория. Развалины старого мира. Возможно, здесь я найду что-то полезное. Так, у нас здесь какая-то адская крыса. Объединяйте быстрые атаки и тяжелые атаки в серии. Чем длиннее серия, тем больше урона вы нанесете. Не забывайте о выносливости. Хорошо. Моя кожа, я похож на свободных людей. Во мне не осталось ни крупицы Эликса. Кстати, по идее, говорится Иликс. Ну, то есть, произносится. Но раз они в субтитры сами написали Эликс, ну, пускай. Пускай будет Эликс. Кстати говоря, очень неудобно, что нельзя подбирать предметы, если у тебя оружие в руках сейчас. Вот ты достал оружие, и ты не можешь ничего подбирать. То есть, чтобы что-то вообще подбирать, чтобы даже видеть возможность, что эту вещь можно подобрать, нужно убрать оружие обязательно. Иначе ты просто не увидишь. То есть, пройдешь мимо, и все. И не заметишь, что там что-то вообще было. Больная мега-крыса. Нифига себе. Так, железная руда. Тронный хлам. Стрела. Откуда здесь столько стрел? Опа. Лук земледельца. Отлично. Кружка, шкатул. Короче, можно собирать всякий хлам, как вы уже поняли. Да, можно быть знатным барахольщиком. Винишко. О, прекрасно. Надеюсь, его еще не откупорил никто. Так, а как мне лук-то мой взять? Двуручная. Лук земледельца. Огнестрельная. Назначить ячейку быстрого доступа. Давайте на троечку поставим. Тяжелого нет. Магия. Здесь даже магия есть. Боеприпасы. Ну, хорошо. Так, а если я вот... Ого, прицел зажать. Ну, ничего вроде, пока не нужно. Задание. Нужно прикончить мега-крысу. Огниющая техника старого мира. Больше тут нет ничего. Надо идти дальше. Ну, это мелкие крысы. Слушайте, а... Не понял. Ну, стрелы не остаются. То есть, я не смогу потом стрелы достать из дохлой крысы. Блин. Большой минус, надо сказать. Потому что... Ну-ка, сейчас мы попробуем это сделать. Новые придется, видимо, крафтить. Смотрите, здесь можно... О, целебное зелье. Круто. Можно присесть на креслице. Передохнуть. Но пошли дальше. Нет у нас времени на отдых. Эликсид. Так. Масляный светильник. Малое зелье маны. Взять все. Эликсид. Забрали. Электронный хлам. Забрали. Глава первая. Охота начинается. Для меня здесь вражеская территория. Что Калакс забыл так далеко от Ксакора. Если я хочу получить ответы на свои вопросы, надо его найти. А для этого... Нужно оружие и снаряжение. Так. Задание. Нужно воспользоваться лифтом. Креслице. Магниевый факел. Давайте в лифт. Поехали. Опа. Круто. Косой лифт такой. Запущен процесс эвакуации. Какого? Пока что мне это, конечно, очень напоминает... Последнюю игру, которая у нас-то на Dark Souls была. Похоже, это очень сильно. Черт, как же я мог забыть-то? Сурдж. Конечно, Сурдж. Да. Мой реактивный ранец. Наконец-то повезло. Должно быть, его обронил тот, кто забрал мою броню. Теперь остается только выбраться отсюда. Пересесть в вражескую территорию и выяснить, зачем мой брат хотел меня убить. Пара пустяков, в самом деле. Так, пробел зажать. И чего? Как бы я зажимаю пробел. Он прыгает, понимаете? Он просто прыгает. Нет, он прыгает. Может, надо подойти к высокому... Так, вот, что-то... Что-то включилось. Мне даже ачивку дали, блин. А-а-а, все, я понял, ребята. Надо, типа, прыгнуть, а потом нажать в воздухе и удерживать. Господи. Вот, отлично. Все, перелетели. А то хрен разберешься вообще. Написано просто зажать, да и все. Сундук. Что тут в сундуке? Штаны труженика. Отлично. Как бы хотелось бы побольше информации об этих штанах, но да ладно. Так, целебное зелье, металлический хлам, факел. Подобрали все. Шкафчик. Что там у нас? Пуалетная бумага. Отлично. Все сгодится в быту. Все сгодится. А как здесь вообще сохраняться, мне интересно? Ага. То есть можно, в принципе, вот так вот отдельным файлом раз и все, и сохранились. Готово. А F5 работает? Да, F5 тоже работает. Так что можно и этим пользоваться. Хорошо. Вяленое мясо. Что-то еще тут набрали. Молоток. Электронный хлам. Еще факт. Что-то ходим просто барахольщики. Собираем всякий мусор. Зачем? Зачем мне сигарету брать? Ладно, пофиг. А, по одной прям, по одной, боже мой, по одной собирать. Это жесть. Прямо как стрелы по одной поднимаем. Что-то крысы странно как-то издают какие-то жуткие звуки. Эдан, земля берсерков. Если они меня узнают, то могут довести до конца то, что начал Калакс. То есть, я должен грохнуть этого чувака. Прямо сейчас, да? Давай, вставай. Если собираешься ходить тут и на людей нападать, научись это делать получше. Ты еще из развалин не выбрался, а я тебя уже услыхал. Кое-кто пытался меня убить. Украли у меня и броню, и снаряжение. А теперь я смотрю, ты хочешь закончить начатое. Сначала ты на меня нападаешь, потом я же у тебя вор и убийца. Если бы я хотел тебя убить, этот разговор бы не состоялся, поверь. Так что тебе придется извиниться. Докажи мне, что ты не вор, и я, возможно, начну тебе доверять. Имеют значение лишь факты, а не слова. Хм, излишняя доверчивость здесь может убить столь же верно, как отсутствие приличного оружия. Так что тебе очень-очень повезло. Я помогу тебе найти безопасное место и какую-нибудь экипировку, если ты перестанешь пытаться на меня напасть. С чего ты это вздумал мне помогать? Работа у меня такая. Собираю заблудших и пропавших, помогаю добраться до Голиэта. Ты здесь в безопасности. В безопасности ты можешь оказаться кем угодно. Что ты хочешь на самом деле? Я хочу, чтобы война закончилась. А до того момента Голиэта нужны люди, иначе нам не выжить. А людям нужно безопасное место. Ну, безопаснее, чем скитаться-то в одиночестве. Хочешь, можешь оставаться тут и ждать, пока тебя найдет отряд альбов. Или они. Или гниловерпи. Долго не протянешь. Слушай, а ты никого среди развалин не видел? Ты первый, кого я в этих окрестностях встречаю. Если мне самому не придется проверять, я кучу времени сэкономлю. Солгать. Боишься альбов? Можешь не напрягаться. Можешь не напрягаться. Здесь никого нет. Ну, тогда тебе повезло. Пару дней назад тут альбский глайдер разбился. Их разведка пришла его искать. Поверь, встреча с отрядом альбов не прошла бы тебе на пользу. Ну да ладно, хватит болтать. Решай, что будешь делать. Я возвращаюсь в Голиад. Можешь пойти со мной, там безопасно. А кроме того, там ты сможешь заработать на новое снаряжение. Если хочешь выжить, предложение лучше тебе не найти. Поэтому я присоединился к Берсеркам. Изо всех сил старался выжить и знал, что она нали поздно удача перестанет улыбаться мне. Я знаю, группировка мне всех тянет, но лично мне это дало цель в жизни. А что тебе остается терять? На мой взгляд, вообще ничего. Твои слова звучат логично. Логично, да. То есть ты идешь? Каждый твой выбор что-то в этом мире меняет. То, как ты с людьми разговариваешь, определяет, по какому пути ты пойдешь. Сам ты на себя посмотри. Ни оружия, ни брони, ни друзей. Не очень-то хорошо у тебя все в жизни складывается, да? Но сегодня все изменится. Чтобы не было в прошлом, ты можешь начать жизнь с чистого листа. Когда с севера придет следующий отряд Альбов в поисках Эликса, люди голе это защитят тебя. Без нашей защиты тебя внутрь преобразовать, для не попасть. Но у тебя есть возможность показать, чего ты стоишь, и присоединиться к нам. Почему ты хочешь помочь? Я же говорил, в Голе эти нужны люди. Воины, земледельцы, охотники, лавочники. У нас всем нам место найдется. А вы так запросто людей принимаете? Если останешься, придется заслужить право быть здесь. Но это же для всех так? И для клириков, и для изгоев, и для Альбов. Верно ведь? Конечно, придется подчиняться приказам, да и законы надо соблюдать, но здесь-то тоже не медом намазано. Слушай, мы болтать можем долго, но решать все равно придется. Так что ты выберешь, останешься здесь, или со мной пойдешь? У тебя слово с делом не расходится. Поверю тебе пока что. Ха, ну ладно, сочту это за комплимент. Ты не пожалеешь. Если тебя интересует боевое искусство или магия, так берсерки обучают новобранцев. Мы сделаем из тебя воина. Нужно идти. Здесь полно гниловерпий. Если стоя на тебя наткнется, дела твои будут плохи. Пойдем со мной в Голе. Там подзаработаешь. Эликси, ты купишь броню и снаряжение. Поверь, они тебе понадобятся. Я хочу найти вора, который украл мою броню. Если ее украли где-то поблизости и не очень давно, тогда лучше начни с Рея. Он изгой, я его тут застукал пару дней назад. Дерганный такой, явно что-то искал. И где мне его искать? Я не знаю. Ушел куда-то на северо-восток. Скорее всего, в Тавар вернулся. Но я бы на твоем месте за ним гоняться не стал. Подозреваю, что твою броню уже кому-нибудь продали. Я пойду с тобой в Голе. Веди. Тогда следуй за мной. А, и еще. Если нам придется разделиться, имей в виду. Голе лежит к востоку отсюда, у подножия горы. Ориентируйся на свет от святилища Маны. Его издалека видно. И да, меня Дурас зовут. Рад знакомству. Показывай дорогу. Ну пошли, не отставай. Вперед. Держи ухо в остро. Тут охотничьи угодья всяких диких тварей. Спринт, левый шифт, атаки, уклонения. Требует выносливость. Если выносливости недостаточно, вы не сможете выполнить действия. А кормить гниловерпи желающих нет. О господи, кого-то размазали просто в мясо. Кстати, я же могу, получается, сейчас взять этот ржавый топор. А сколько у него урона? Урон 22, у этого 20. Назначить ячеечку на однушечку. Ну вот как-то так. Лук. Все, давайте выйдем уже, пойдем дальше. А где мой топ? Да, круто. О, теперь появился на поясе. Ну да ладно. Будь начеку. Я не раз здесь спокойно не прошел. Вечно кто-то нападает. Если тут так опасно, зачем ты сюда возвращаешься? Когда упала комета, весь Магалан едва не погиб. Живая зеленая планета покрылась песком и пеплом. Да, но берсерки применяют магию, чтобы возродить наш мир. Да ты оглянись вокруг. Это он самое зеленое место на всем Магалане. Им нужно больше людей. Каждый, кто приходит, получает возможность начать с чистого листа. Пора двигать. Минусы в этой растительности тоже есть. Из-за нее можно и не заметить, как гниловепри подкрадется. Не будем задерживаться. Тогда за мной. Да, болтать он, конечно, гораздо, я вам скажу. Ну ладно. Ну, по крайней мере, рассказывать так историю мира. Потихонечку, невзначай. Что там за развалины? Это то, что от старого мира осталось, напоминание о том, что за прошлое цепляться не стоит. Здесь можно найти что-нибудь полезное? Возможно, возможно. Пару дней назад здесь был отряд клириков, разведчики. Пришли что-то вынюхивать вокруг Голиета. По крайней мере, план у них был такой. А вместо этого наткнулись на стаи в гниловепри. В эти развалины забежали, обратно не выбежали. Ого. Может, эти клирики еще живут, а не проверял? Это же враги. Хотя, быть может, ты и прав. Мы все союзники в войне против Альбов. Но руины опасны. Там все еще могут оставаться гниловепри. Почему ты не присоединился к какой-нибудь группировке? Группировки меня не интересуют. Здесь я не могу принять никакого решения. Пойдем дальше. Ну, каждому приходится принимать решение. У тебя вот беда со снаряжением. Посмотрим, не оставили ли клирики чего в руинах? Предлагаешь пойти в развалины? Тебе решать. Но рискованное дело, так что, возможно, следует двинуть прямиком в Голиет. Но имей в виду, там живут твари, которых пленных не берут. Определенно безопаснее было бы обойти их пока стороной. Ну что скажешь, рискнем сунуться в руины? Прикольно, выбор. Давайте, пойдем. Пошли в развалины. Смелый выбор. Если выпала возможность, нужно ее использовать. Так, вы выбрали трудный путь. О, прикольно. Здесь еще и пути типа разные есть. Вы получили новый уровень. Откройте адъютер на GFV. Блин, он уже куда-то убегает. Молодец. Интеллект. В зависимости от выбранной группировки, интеллект увеличивает либо ману, либо всесилу, а также открывает новые способности. Хитрость. Влияет на социальные навыки и открывает некоторые способности. Ловкость. Помогает повысить урон стрелкового оружия и открывает доступ к новым предметам и способностям. Стойкость. Отвечает за запас жизненной энергии. Сила. Влияет на урон в ближнем бою. Ну, давайте силу. О, смотрите, как я могу влиться-то. Ё-моё. У меня уже, как бы, десятка с самого начала доступна. Во как. Давайте сюда пятерку. Сюда пятерку. Хотя нет, ну, блин, и в дальний, и в ближний вкладываться, что ли? Ммм, даже не знаю. Ладно. Давайте так. Пять-пять сюда. Все, применить. Ты готова, чтобы идти? Я не знаю, что у меня там получится. Может, меня раскрошат прям сразу же. Ну, давайте хотя бы попробуем. Ммм, готово. Ммм, готово. Вашего аудитора. Или аудитора. Похоже, здесь кто-то уже разбил лагерь. Думаю, я смогу этим воспользоваться. Удобное место. Так, в смысле. Жареное мясо. Использовать костер. Что это значит? Типа можно пожарить мясо. Так, допустим. Жареное мясо получено. Ну, что, так прикольно. Металлический хлам. Свепля. Ладно, неожиданно. А как включить фонарик? Ржавый топор. Ох, нифига себе. Господи, боже ты мой. Ааа, просто с двух ударов. Нормально. Может мне лучше было оставить этого чувака драться? Просто с двух ударов меняет и крыса. И все. И готово. Так, а я могу как-то? Каждая атака увеличивает шкалу комбо силы. Когда шкала достигнет определенного уровня, вы сможете выполнить особую атаку. Чем точнее вы выбираете момент для удара, тем больше комбо силы вы получаете. О, господи. Да просто вообще выносит. Сразу же. Ой, капец. А он меня не может поднять? Походу он даже и не хочет на самом деле. То есть он просто побежал дальше. Зачем ему этим заниматься? Все начинается с того, что... Вот он этого... Ааа, я его добил. Шикарно. Ладно, пойдемте. Клирик мертв. Эликсид бут. Оружие клирика? Опа, опа, опа. И что тут выпало? Так, ну-ка сейчас мы посмотрим. Оружие клирика. Урон 40. Так, а как тут у нас? Отсутствует... А, мне не хватает? В смысле ловкости и силы, что ли? Ничего себе ловкость и сила. Ааа, что тут? Ох ты, 50-35. Ничего себе мне там нужно, чтобы его использовать. Да, я полностью готов. Сейчас там, блин, еще один вылезет и... Мне напададут. На самом деле, вот пусть он сам там сражается, потому что я вот не знаю, в чем нет. Как мне против таких сражаться? Только если вот... С лука. Куда ты там идешь? Судя по поводу этих развалин в Старом Мире, здесь какая-то... Пабрика. Что ты знаешь о Старом Мире? Да только... Кто узнал, что развалины до обломки. Мне какое до него дело? Какое дело? Да мы все оттуда родом. Берсерки хотят снова сделать мир таким, каким он был прежде. Ну а другие группировки раскапывают его кости, надеясь... Че там, заполучить? Ништяки. Куда ты там пошел-то, елки-палки? За тобой не успеваю. Так. Че-то задание. Опасно тут ходить. Черт его знает кто. Да боже ты мой. В бочке-то застрял-то зачем? Нельзя так. Так, вот он наверх поперся. Оп, сундук какой-то. Энергетик. Запас ментальной энергии. Запас ментальной энергии. Так, и что это? Просто мы сюда дошли и все что ли? Можно лут забирать. Или что-то будет. Он со мной-то не говорит. А, вот еще один клирик мертвый. Три из пяти. О, еще одно. Четыре из пяти. Че, мне последнее оружие осталось найти, что ли? Вы мне на это хотите намекнуть? Мне кажется, это просто выход отсюда. Давайте сохранюсь, что ли. Как-то опасно. На самом-то деле. Там наверх-то как-то подняться вообще можно или нет? Ладно, давайте с ним поговорим. Он явно хочет со мной поболтать. Веден часто заходят клирики? Здесь все группировки бывают. Разнюхивают что-то. Ресурсы ищут. Все друг у друга подворовывают. По крайней мере, пока что это просто единичные набеги. В прошлом между нами уже случались стычки. И кажется, что кто-то из клириков решил наступить на старые грабли и опять тянуть нас войну. Понятно. А, и тут дверь куда-то идет. Пачка денег старого мира. Да, последний клирик мертвый. Выполнены опасные товары. Рецепт я нашел. Блок сигарет. Выключил радио. Ну, вроде как все. Задание-то выполнено. Смотри, что я нашел. Оружие клириков. Эликс технологии. У берсерков она под запретом. По закону, ты должен сдавать такие штуки по прибытии в голе. Но тут выбор за тобой. Только особо не размахивай оружием, когда вернемся. Ладно, некоторые берсерки честно тщут законы, хотя есть и те, кто относятся к ним более философски. Видишь, какое дело. Клирики Альбы пользуются техникой. Мы же в это не применяем магию. О, ну пойдем, Голиэт. Отлично. Тогда за мной. Говорит, что тут где-то были Альбы? И когда это случилось? Глайдер уже с неделю как рухнул. С тех пор все тихо. Если не считать разведа отрада на краю леса. Похоже, к Сакуре назревает что-то серьезное. Блин. Я вот чувствую, он прям... Здоровый какой-то. Мелкий гнилец этот. Еще не написано, какого он левела, чтобы вообще понять. Тролль трава, что? Что она меня троллит? Давай, давай, давай. Есть. О, боже мой, это что еще за демон? О, мощно. Мелкий кусака. Мертв. Маленький жеволист. Ну, ничего, так довольно красиво, но... Система боя удручает. Удручает сильно, прям... Корявая какая-то... А мир неплохой. В общем-то, как все и было в райзене. Ладно, я не буду в эти домики еще дополнительно заходить, смотреть, что у нас внутри. Я бы по такому миру, конечно, побродил, посмотрел, поинтересовался, но... Система боя, конечно, меня не радует. Блин, быстро он его запилил-то. Мне кажется, как бы у них... Одни и те же проблемы игр качают вот из одной РПГ в другую. То есть, ну неужели нельзя что-то исправить, как-то работу над ошибками провести, а то ведь... Ну, то же самое выходит. Думаешь, ну как же так? Что это студия пиранья байц? Думаю, отсюда ты и сам доберешься. Говоря тебе, ты найдешь все необходимое. Встань на ноги, а потом... Сам решай. То есть, я могу просто уйти, если захочу. Я бы на твоем месте сперва обзавелся оружием получше и броней, но тут ты сам решай. Обживись у нас хоть немного, послушай, что мы можем предложить. А что будет, если к вам сюда заглянет Альп? Они пытаются нас убивать, так что мы убиваем их. Ну, кроме сепаратистов, группы Альбов, которые отделились от Ксакора. Может, мы к ним... Мы с ними сможем быть союзниками. Так... Не стоит доверять предателям. Может, эти сепаратисты хотят стать свободными людьми. А может, это новая угроза. Но я уверен, что вместе мы сможем победить Альбов. Пока же сепаратистов слишком мало, и у них нет друзей. Им уже становится ясно, как тяжко жить, если ты не примкнул к одной из группировок. Они от этого нервные, так что я с ними был бы поосторожнее. Они на всех смотрят с подозрением. Ну вот, мы и добрались до Голиэта, но это лишь самое начало твоего пути. Заходи, когда обустроишься. Если понадоблюсь, я буду в крепости вождя Рагнара. На вершине Голиэта. Вот как-то так. Давайте откроем. У нас будет... О-о-о! Тут сколько заданий всяких. Спутники. Не узнает меня краденное оборудование. Прибежище сепаратистов. Компания отмщения. Выжить контакт. Понятно. В общем, у нас здесь множество заданий. Давайте добежим. Что-то тут валяется. Ломоть земледельца. Что это значит? Ладно, я без понятия. Так, хватит стоять. Именем серых воронов и властью данным не вождями Голиэта. Приказываю, назовись и объясни, что тебе тут нужно. Всем известно, что в Голиэте зорко следят за тем, чтобы Альбы сюда не пролезли. Меня прислал Дурас. А, так ты из порученцев Дураса? Тогда советую идти с отчетом Крагнера. Или к кому-то из вождей. Они проверят, не альпский ты или шпион. Ладно, ладно, можешь заходить. Но все оружие держи в ножнах. Думаешь, что-то вытворит? Любой паладин тебя превратит в пепел раньше, чем ты успеешь подумать. Зря меня Дурас сюда прислал. Да, и не кради ничего, и техникой не пользуйся. Ничего другого я от тебя не жду. Я понял. Хорошо, тогда приветствую тебя от имени всех берсерков. Так. Ого, сколько тут вариантов ответа. Ну ладно, пойдемте в город. Посмотрим, что у нас там внутри. Потому что я так чувствую, здесь говорить можно с многими. И обо всем. Хотелось бы посмотреть на это поселение. Как они тут живут вообще, что делают? Ну ничего так. Средневековый городишко такой. Потихоньку развиваются. Все вперемешку. Новые технологии, старые технологии. Все у нас здесь куча. Довольно-таки неплохо сделан мир. То есть красивенько. Ну, в меру. Я, конечно, не говорю, что это, знаете, последний край технологии. И вообще супер-мега круто. Но, ну нормально. То есть играть можно. Что мне не понравилось, так это вот боевая система. Вот вообще не понравилось. Когда ты не чувствуешь удара. Попал ты, не попал. Как-то все эти комбы. Не знаю. Нет какой-то крутости. Не знаю. Вот чего-то не хватает. Того, что вот есть во многих. РПГ-шках. Которые прям приятно играть. Приятно сражаться. И хочется прокачиваться. Находить все более крутое оружие. И так далее. И тому подобное. Здесь как бы чувствуешь, что, блин. Ну вот все время будет одно и то же. О, господи. Местный ведьмак отливает. Ладно. Я лучше уйду. А то там такой звук ужас просто. Вот. Здесь как-то не знаю. Наверное, я не прав. Надеюсь, что я не прав. Но, к сожалению, вот как-то с первого взгляда выглядит все-таки... Ну так. Не особо. На три из пяти, я бы сказал. Вот так. Пишите комментарии. Что вы думаете вообще об игре? Стоит ли в нее играть? Стоит ли проходить? Все-таки, я думаю, наверное, история будет интересной. Потому что разработчики известны. И до этого игры делали хорошие. Ну, опять же, в плане истории. Потому что с геймплеем у них все время как-то вот одно и то же, блин, выходит. Что-то вот немного, как-то немного, как-то корявенько, что-то вот... Вот все время вот узнается у каждой студии свой стиль. Они всегда делают практически все одинаково. Ну что ж, на этом у меня все. С вами был Гедеон. Всем спасибо и до следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok